Крылья будущего Представители Airbus стали инновацией в авиастроении. Для пассажиров суперэргономичные кресла, для производителей тотальная роботизация, для наземных технических служб использование беспилотников, для снижения простоя воздушных судов во время технического обслуживания. Боинг доволен динамикой развития рынка в России и СНГ и готов удовлетворить большую часть его потребностей. На самом деле рынок чувствует себя великолепно. И это не наши данные, это в принципе статистика АЯТО. Никогда рынок себя так хорошо не чувствовал, как последние 8 лет. Мы находимся в зоне роста 5%, это выше, чем среднее значение за последние годы. Переходим к России. По сравнению с прошлым годом мы повысили наш прогноз по количеству воздушных судов, которые будут потребны для удовлетворения спроса в России и близлежащих странах Средней Азии и СНГ. Этому рынку потребуется 1290 самолетов. Из них 39% придется на замену. И это опять-таки тоже рекордная цифра. 61% придется на удовлетворение потребностей роста авиакомпаний. В 2019 году он поставит заказчикам последние самолеты Боинг 737 НГ и в узкофюзеляжном сегменте сосредоточится на производстве Боинг 737 Макс. С экономикой не поспоришь. Экономия топлива по сравнению Макс с НГ примерно 15-17% в зависимости от сектора. Новые венглеты дают улучшение в аэродинамике 2%. То есть НГ тоже отжил свой цикл. У бразильского Эмбраера в России и СНГ дела тоже идут неплохо. Российская авиакомпания PegasFly в 2018 году приобрела на вторичном рынке несколько самолетов Е-190, а казахстанская Эрестана готовится первой в регионе принять воздушное судно нового поколения. Между тем, представитель Эмбраера говорил о сложностях работы на рынке. Сейчас нас дают определенные сложности для входа, для нас на рынок. Это не единственная страна, где происходит, например, в том числе в Китае. У нас уже более 100 воздушных судов, но там тоже не так все просто. Конечно, мы видим, к сожалению, вот этот встречный ветер, который нам мешает. Но, сказав это, должен заметить, что по всему миру, что рынок, как правило, сам принимает решения. Мы все равно увеличиваем количество наших воздушных судов здесь, в вашей стране. Поэтому есть клиенты наши, есть некоторые клиенты, не буду называть. Они сейчас действительно могут эксплуатировать продукцию конкурентов, но они все равно обращаются к нам за нашей продукцией. В свою очередь канадскому производителю бомбардье приходится непросто. После потери контроля над программой СС, то же самое ждет программа турбовинтовых самолетов Q400. Бомбардье ничего не остается, как напоминать о преимуществах линейки CRG. Времена для нас сейчас непростые, нелегкие. Компания переживает определенные изменения. Заглядывая в будущее, могу сказать, что у нас есть CRG. Это наш традиционный продукт. И, как вы видели, он очень успешен, в том числе и в Европе. Другая ключевая тема форума «Крылья будущего-2018» – вступление мира в цифровую эпоху. Главная цель и главный результат внедрения цифровых технологий – повышение эффективности работы авиакомпаний. И вот самая интересная цифра – это число сотрудников на 1 миллион перевезенных пассажиров. Как видите, в 2009 году эта цифра составляла 1734 сотрудника, в 2017 году – 678. Это вот в основном – это плоды цифровизации. Предсказательные технологии очень важны, собирая данные. И на основе исторических данных, предсказывая будущее, например, выход из строя тех или иных деталей самолета или, например, желание людей полететь в какое-то направление – это, безусловно, помогает нам заблаговременно сориентироваться и, например, заменить эту самую деталь или, например, порекомендовать человеку это направление по оптимальной цене. И при помощи таких технологий, как коллаборативная фильтрация или предсказание временных рядов, нам это удается, и мы считаем это важным элементом цифровизации. Вот все вот эти изменения в цифровизации, да, авиакомпании в основном происходят в IT-отделах. В IT-отделах люди немножко более технического формата. Весь остальной состав авиакомпании – это маркетологи, коммерсанты и так далее – они в основном бывают оторваны от технологов. Наша цель, как наша компания, вообще нормальная цель должна быть объединить этих людей, чтобы все думали в этом направлении. Соответственно, необходимость возникает измена компетенции, то есть тип сотрудников, их знания и так далее, набор знаний должен меняться. Кроме того, существует конфликт поколений. Знаете, какой средний возраст руководителей 20 крупнейших авиакомпаний в мире сегодня? 59 с лишним лет. И это в основном публичные компании, которые отчитываются перед большим числом акционеров, ну там особо не забалуешь. Вообще по индустрии возраст это намного выше. И вот вопрос такой совершенно непраздный. Можно ли надеяться, что авиакомпании, которые управляются пенсионерами, будут понимать, какие требования у людей, которым 25-35 лет и которые выросли в эпоху интернета? И все-таки главным словом форума «Крылья будущего» стало слово «баланс». Я думаю, что да, баланс абсолютно важен, поэтому, когда мы говорим о ультрасовременных самолетах, это очень здорово, но нужно... То есть, мы не говорим «нет» инновациям, но мы говорим о том, что это должно быть сбалансировано в небе и на земле. Форум «Крылья будущего» показал, что проблемные вопросы есть не только у авиакомпаний, но и у авиапроизводителей. Остается надеяться, что предполагаемый рост авиаперевозок, на который рассчитывают все игроки отрасли, сведет эти проблемы к минимуму и позволит всем участникам форума в будущем реализовать свои самые смелые мечты. И в заключении отметим, что в этом году продолжилась хорошая традиция вручения премии «Крылья будущего» молодым профессионалам отрасли. Ее лауреатами были названы 13 специалистов. Среди победителей – Мария Шаравина, руководитель пресс-службы Московского аэропорта Внуково, и Максим Харин, коммерческий директор дальневосточной авиакомпании «Хабаровские авиалинии». Спасибо большое. Для меня большая честь получить такую высокую награду. И открою небольшой секрет. Это вообще первая такая персональная именная премия, которую я получила. И, конечно же, я благодарна всем организаторам за такую высокую оценку моей деятельности.